Так, готовы спортсмены к кругу, поехали, поехали, в плащах снегоходных некоторые, но не все. Круг показа трассы последнего заезда. Через неполных 20 минут мы узнаем имя чемпиона Европы. Неофициально, потом, правда, будут еще судейские решения возможные, то есть такое специально дается время на протесты, там на какие-то вот эти вещи, и затем будут официально утверждены результаты и награждения. Как вы видели этапа, так и вы видели четырехэтапного марафонского чемпионата. В этом году, надо сказать, что последние два этапа чемпионата Европы были одноэтапными, быстрыми. Мало того, в один день они проводили здесь два дня, третий, четвертый, и еще до этого норвежские этапы через неделю. Выглянуло солнышко, перестал снег, великолепная погода на трассе Центра лыжного спорта Демина. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас судейская бригада старта, которую возглавляет Владимир Степанов, судья всероссийской категории, то есть выставит у нас линию, по которой будут ориентироваться спортсмены. И заводит двигатель эстонский спортсмен, выиграл квалификацию и первый заезд. Сегодня звезды сложились для него наилучшим образом. И вот он встает на линии старта. Традиционная процедура прогрева трансмиссии двигателя. Первый заезд спорный у него получился, как легко вчера он выиграл. У нас так сегодня не все получилось в первом заезде. Ну, Сегрин без пяти минут чемпион Европы. Что бы он им ни стал, например, наверное, он вообще должен сейчас не финишировать. Потому что я сомневаюсь, что у нас Кирхут сейчас... Хотя, конечно, если Кирхут сейчас что-то сумели сделать в механике со снегоходом такой глобальной, то он, может быть, тоже сейчас полетит. Но будем посмотреть. Осталось совсем чуть-чуть. Густавсон, 16-й номер на Овежский райдер, тоже на Арктикете приподнимает на подставку свой Сноу Мобайл. Ну, 600 кубиков рабочий объем двухцилиндровые двигатели, развивающие мощность порядка 130 лошадиных сил. В варианте с токовым одна труба плюс стандартный воздухофильтр. Смысл в том, что как бы нельзя переделывать, но особо это не контролируется переделки внутри двигателя. Поэтому стоит подозревать, что мощность повыше этих моторов. Ну, класс Оупен, в котором выступает в чемпионате мира, там мощнее снегоходов. Кстати, на России допускаются 800-ки, но у нас их нет ни у кого. Это 800 кубиков ротокос еще мощнее. Саракапут, Дмитрий Саракапут, седьмой номер, занял место на старте. Между ним вклинился Пехтерев Артем. Вот 5.5.1 как раз Кирхус сейчас стоит. Он второй от старта, от краешка у нас. И вот этот гонщик может повлиять на распределение места. Итак, готовится процедура старта. Зеленый флаг готовности. И до старта. 15 секунд. Пять. Старт. Итак, похоже, опять Рязанцев. Похоже, опять Рязанцев, но на сей раз эстонец за второе место борется и выходит на него. Падение, падение, завал впереди. Три снегохода попали в завал. Рязанцев, похоже, лидирует. И второй. Двое у нас, двое в итоге там остановились надолго. Итак, впереди борьба за лидерство Рязанцев. Ну и да, все-таки, все-таки у нас впереди Кислер. Рязанцев, он неполный круг. Денис лидировал. Кислер, Рязанцев. Хадокин классно стартовал у нас на желтом скиду. И Саракапут четвертый. Сегрен пятый. Смолин. А где же Склеров? А Склеров только одиннадцатый у нас на старте. Да. Итак, тридцать пятый номер Тислер. Тридцать третий Рязанцев. Девятьсот семьдесят седьмой Хадокин. Семерка Саракапут. Сто тридцать седьмой Сегрен. Тридцатый Смолин. Кирхус девятый. Что-то они все-таки подшаманили со своим вариатором. Он едет быстрее, чем в первом заезде. Напомню, там пятнадцатый был. Но отставание, конечно, есть. То есть он почти десять секунд проигрывает. И так второй круг пошел. У нас три секунды. Хадокин пять и восемь проигрывает. Сьюгрен насел на Саракапуда. Прессингует Кирхус. Кирхус седьмой. Да, вот это, конечно, печально для вот этой компании. И, в частности, для... Так. Один снегоход остановился у нас неподвижно. Итак. Россия-Норвегия. Каур Тислер. Каур Тислер, безусловно, был двукратный призер. Чемпион Эстонии по снегоходному кроссу. Тридцать спортсменов. Приезжает в сорок восемь семь. Сорок восемь семь. Семь пять. У него лучший круг. Великолепный. Рязанцы отстают на пять секунд. Хадокин на восемь. И вот очень важно для нас... Сьюгрен на четвертое место Саракапуда прошел. В этом заезде он поактивнее. Кирхус седьмой. Кирхус пятьдесят три. Три идет. Потенциально седьмое место. Это есть четырнадцать очков. Он может сохранить свою позицию. Одиннадцать. Ага. Ага. Нет, ребята. Вот сейчас, если на этом месте приедет Кирхус с седьмым, то наши выйдут вперед. И наш станет призером чемпионата Европы. Вот по моим подсчетам. Ему надо дальше прорываться. Потому что седьмое место. Это у нас с вами четырнадцать очков. А первое двадцать пять. Второе двадцать два. У него семь очков преимущества. Он провалил первый заезд. Поэтому вот если Фредерик сумеет прорваться, впереди Смолин, Саракапут, вот эти наши гонщики, то будем тогда посмотреть. Итак, идет заезд. Четыре минуты прошло. Тислер лидирует. На предыдущем круге семь секунд он выиграл у Дениса Рязанцева. Сейчас будем посмотреть. Он пролетает линию финиша. Разрыв увеличился. Как бы мы не болели за у нас Рязанцев, все-таки Тислер силен. И уже одиннадцать секунд просвет. Гадокин тринадцать остает. Ну и Склеров что-то вот провалился у нас. Склеров после всех вот этих баталий. Он был четырнадцатый. Мартюченко восьмой. Густавсон, Никишкин, Пехтерев, Хоменко. Ну что интересно, вот в чем проблема. Хагадокин догоняет Рязанцева. Матец Хагадокин, норвежский гонщик, сейчас намного быстрее. Склеров похоже на сход. Сегодня и день Бекхэма. Так, Рязанцев, а вот желтая скидуха у нас на этом круге. На этом круге Рязанцеву удалось оторваться. Он показал хороший круг. Пятьдесят одна и пять. Тислер пятьдесят и восемь. Сьюгрен пятьдесят три. Смолин. Саракапут две позиции потерял. Смолин вышел на пятое место. Ему тоже важно застолбить вакантное место. Где-то поблизости от позиции. Итак, лидер тридцать пятый. Тислер. За ним тридцать третий Рязанцев. Девятьсот семьдесят седьмой Хагадокин. Сто тридцать седьмой Сьегрен. Тридцатка смолин. Ох ты, падение. Имело место быть. Это Тислер упал. Ребята, вот это да. И останавливает. Заднего хода нету, снегохода. Ну, подарок. Царский подарок в исполнении. Ошибка. Вот сейчас он только будет заводить. Рязанцев вышел в лидеры у нас после этой неудачи Тислера. Тислер заводит снегоход и будет сейчас пытаться ликвидировать. Уже Хагадокин промчался. Сьегрен должен уже. Да, Сьегрен. С какой позиции будет Смолин, Киркус. Тислер шестой. Бортьюченко седьмой. Итак, с шестой позиции экс-лидер этого заезда, эстонский спортсмен Кауэр Тислер, начинает погоню. А мы гоним Дэна Рязанцева. Гоним его по трассе. Давай. Вот повтор падения для телезрителей HD Extreme. Ну, сам здесь ничего не... Скользкая трасса, ходовая. Он вылетел. Снегоход. ЧК заглушила двигатель. Заднего хода нет. Снегоход хорошо не врезался в ограждение. Остановился. Похоже, нет повреждений. Но еще все не закончено. То есть не надо пока говорить гоп, пока мы не перепрыгнули. Рязанцев 52,8. Хороший круг. Хагадокин его преследует. Но 53,3 на этом круге оторвался. 4,9. Второй Сьюгрен, чемпион Европы без пяти минут на третьем месте. Кирхус Тислер, пятый, отыграл одну позицию. 51,9 круг у него. Отставание 13,7. Кирхус Тислер. Кирхус четвертый. Вот в чем беда-то, собственно говоря. Беда-то. То есть починили Поларис на свою голову. И получается, что он сейчас... Кирхус у нас впереди. Но Тислер его должен обогнать, отыграть у него парочку очков. Тислер третий. Нет, четвертый. Тислер за Сьюгреном. На четвертом месте. Но он пройдет его, чувствуется ходом. Пройдет. Сьюгрен третий. 51,07. Для сравнения с Сьюгрен 54. Сейчас идет. Он на четыре... Три секунды отыграл на круге у нас. Он самый быстрый сейчас. Озлобленный. Викинг у нас. Каур Тислер. Летит вперед на всех парах. Густавсон потерял две позиции. На одиннадцатое место откатился. И скляров сход. Вот как вчера он у нас лидировал, так сегодня не задалось. С первого заезда. Так 20 очков у него и останутся. Итак, 33 номер. Рязанцев. 977 Хагадокин. 137 Сьюгрен. 35 Тислер. Такого не ожидал особо никто. Шесть минут осталось контрольного времени. Плюс еще круг. И пока мы currently... Мы в призах. Currently мы в призах. Все-таки Кирхус третий. Кирхус второй, а Рязанцев третий сейчас потенциально. Хотя нет. Сейчас Рязанцев второй. Вот именно сейчас. Именно сейчас Дэн Рязанцев второй. Даже серебряная ступенька подел. Но не будем забегать вперед, потому что только десятая минута. Две трети заезда заканчиваются. Так Тислер, как мы предполагали, с Егрена прошел. 8 и 8. До лидера, до Хагадокина. 2,5 секунды. Ну, должен сейчас, Дэн Рязанцев должен опередить эстонца. Кирху маловато. За пятое место полагает 16 очков. 9 очков Рязанцев отыграет. Должен. Опа. Кирхус с Егрена прошел. Вот это да. Да, или специально его пропустил здесь из тактических. Ну, я не думаю, я не думаю, что это парни-конкуренты. Они вчера менялись местами три раза. Я думаю, никакой тактики есть, вопросов нет. Фредерик Кирхус починил Паларис на нашу голову. И на четвертом месте сейчас мчится. Рязанцев 52,3. Темп пока есть. Так, Тислер отставал. Тислер второй. Тислер прошел. Хагадокина. 3,2. 49,99. Ну, надо отдать все-таки должность эстонцу. Даже вот после тарана трассы у нас ограждения. Он уже второй. С шестого на второе место. Все-таки он силен на этой трассе. Мартюченко, кстати, на четвертое место. Кирхуса прошел. Вот здесь он немножко нам помогает. Джон Мартюченко борется за свои места. И помогает нашим гонщикам остаться на подиуме. Так, 33 номер Рязанцев. 35-й Тислер. 970-й Хагадокин. 31-й Мартюченко. 555-й Кирхус. Сюгрен только шестой. Но Сюгрену шестого места за глаза. Да, вот она. Борьба за лидерство. Как мы не поддерживали Дениса Рязанцева. Все-таки эстонец быстрее. Да, 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 вам. Смена лидера. Смена лидера. И Тислер выходит вперед Дениса. Не все еще потеряно в борьбе за подиум. Потому что у нас есть еще Хирхус, остающий на три позиции. Даже на четыре, если брать. Уже понятно, что у нас в призы попадает эстонец. Если он еще пять минут примерно продержится в таком великолепном темпе. И тогда я открыл для себя новый эстонский снегоходный кросс. Потому что кросс летний – это понятно. Там сильнейшие гонщики. Кросс зимний – это что-то для меня новое. Оказывается, 30 снегоходчиков у них гоняются. Рязанцев второй. Виртуально 25. Тислер у нас было 125 и 25-150. И Рязанцев – 146. Итак, Мартюченко Хагадокина прошел. Мартюченко раскатился к концу заезда, собственно говоря. И у нас все выше и выше. Они взойтили ему на подиум. Во всяком случае, второго заезда. Двукратный чемпион России Евгений Мартюченко. Тюменский гонщик у нас сейчас на третьем месте. Кирхус – пятый, Северен – шестой. Они уже надоест. Ну, фактически Кирхус, я так понимаю, быстрее не может. Итак, вот у нас 14-й круг. Это круговой. Круговой. Густавсон, 16-й номер на тиккете. Мартюченко. Кстати, Мартюченко сейчас быстрее Рязанцева. Но между ними много, там 6 секунд с лишним. Мартюченко сейчас второй по скорости на трассе. Вот последний круг Тислер прошел 52-2, Мартюченко 52-8. Пехтерев со Смолиным. Тоже члены сборной России у нас 7-е, 8-е места за Сьюгреном и Кирхусом. Итак, 15-й круг. Но это фактически 16-й был. 15-й сосечки закончил Кауртислер Эстония. Денис Рязанцев, двукратный чемпион России. Претендент на подиум, единственный из наших. Мартюченко промчался. Хагадокин. Кирхус догнал Хагадокина. Это не есть хорошо. То есть 5-е место 16 очков, а 4-е 18. Я уже калькулирован, считаю, собственно говоря, общие эти вещи. Если сейчас он пройдет на 4-е место, то уже больше шансов у него оттеснить нашего Дениса. И он сам это понимает. И тренеры его понимают. И гонят по трассе. Ну, как гонят и все. Хоменко Валерий на этом круге. Никишкин Алексей прошел и вошел на 9-е место. Никишкин, Савелий, Казахстан. 11-й. Итак, Кислер. 16-й круг. Заканчивается контрольное время заезда. Падение. Падение имеет место быть. Это вылетел, кстати говоря, Хагадокин. Вылетел. Он шел четвертым. И Кирхус автоматически на 4-е место перемещается. Желтый скиду. Матиас Хагадокин сам устранился из борьбы за лидерство в этом заезде. Скорее всего, он продолжил. Да, продолжил он заезд у нас. Но только на 7-м месте полуминутным отставанием от лидера. Какой-то это сыграло, допустим, на Смолина. На того же. Пехтерев не успел обогнать. Смолин на 6-е место выскочил. Сюгрен на 5-е. Кирхус на 4-е. И для нас опасно вот это 4-е место Кирхуса. Мы его было совсем уже отодвинули. Получается, что сейчас Кислер плюс 25. Рязанцев плюс 22. Мартюченко плюс 20. И Кирхус плюс 18 очков. То есть он проигрывает сейчас Рязанцеву. 4 очка всего. Да. Обидная, в общем-то, вещь. Но не суть. Каур Тислер, Эстония. Последний круг. Рязанцев, Мартюченко, Кирхус, Смолин на 5-м месте. Сюгрена прошел. Так, бьются наши парни до последнего. Ну а вот это, похоже, победитель. Да, победитель этапа сегодняшнего Каур Тислер, Эстония. Денис Рязанцев, второй серебряный призер этапа. Мартюченко, третий, почти догнал Евгений. Так, ну что здесь? Кирхус, Смолин. Кирхус, Смолин. Если бы Смолин успел. Фредерико. Эх, ну ладно. Сюгрен, шестой, чемпион Европы. Матиас Хагадокин. Ну что сделаешь? Он сам себя наказал. Вылетел седьмой. Ждем Артема Пехтерева с Хоменко. Саракапут уже в топ-10. Он круг проиграл. Кстати, Савелия Никишкина пройдя. Хоменко девятый. Так, закончился заезд. Драматичный заезд. Мы видели ошибки, завалы. Вылетел. Мы видели вчерашнего заезда Дмитрий Скляров. Савелия Никишкина. Здесь есть и директор. Просто справа. Продолжение следует... Продолжение следует...